Михаил Колупаев снимает медицинскую маску только на время интервью. Бизнесмен возит в Россию из Китая светодиодные панели и сейчас опасается повышения цен на популярную китайскую электронику. Цены на электронику подниматься, наверное, будут, но небольшими темпами. Это не продукты питания. Каждый день ажиотажом не пользуются, таким ажиотажным спросом. То, что сейчас неделю, пока они будут простаивать, первые производители, на следующий уже будет понятно. Если дальше простой будет, то да, рост начнется. Такой небольшой сначала 3%, потом 5%, ну и так постепенно каждую неделю будут поднимать от 3 до 5%. Некоторые эксперты ждут дефицита китайских товаров в России уже в марте. По их прогнозам, повышение цен начнется с Дальнего Востока. Конечно, коронавирус затронул сроки поставки, потому что китайцы уже продлили свой и без того длинный китайский Новый год. А это значит, что если производители заранее не позаботились о большом наличии товара на складе, у них возникнет перебой с поставками. А если будет товара мало, будет дефицит, то, конечно же, поднимутся цены. Крупные дистрибьюторы успокаивают. Запасов бытовой техники с китайскими микросхемами в России достаточно, поэтому цена в ближайшее время останется прежней. Что же касается бытовой электроники, к которому относятся планшеты, смартфоны, там, возможно, небольшая коррекция вверх, но она связана в первую очередь с тем, что это быстро оборачиваемые товары, и те стоки, которые есть по этим товарам России, они будут быстрее вымываться. В первую очередь это касается низкого ценового сегмента. Полны оптимизма и отечественные ритейлеры. Пока китайская промышленность на вынужденных каникулах до 10 февраля, значит, дефицита с поставками не будет. Есть полный ассортимент цифровой и бытовой техники, и есть достаточный сток, чтобы обеспечить тот спрос, который есть. Более того, мы не меняли цены и проводим все плановые и традиционные акции перед весенними праздниками для того, чтобы все могли купить подарки. Эксперты сходятся в одном. Слухи о дефиците товаров и резком росте цен на продукцию с китайской электроникой основаны на панических настроениях. Если КНР продлит карантин еще на неделю, стоимость техники может вырасти на 3%, не больше. Главное, чего стоит опасаться, пока коронавирус не побежден, это спекулянты, искусственно завышающие цены, объясняя все китайской эпидемией. Александр Лансков, Антон Косимович и Олег Шавырин. Вести. Продолжение следует...